Нам не трудно было, как бы нам что-то нравилось или не нравилось. У нас, насколько я помню, радиус. Сейчас точно в цифрах не воспроизведу, но он примерно правильно. Единственное, нам врут по расположению дополнительных объектов на поверхности. То есть у нас около Англии есть ещё несколько островов, о которых ни сном, ни духом никто ничего не говорит. Также это не земляне, то есть это не представители земной расы. Это товарищи инопланетные, которые просто на картах не рисуют этот остров. Остров он есть, он всегда там был. То есть земля там была всегда. Единственное, сейчас её на картах не позиционируют, она как бы сугубо есть чисто для их целей. Соответственно, там, где у нас Северный Ледовитый океан, там тоже есть земля. То есть у нас рядом с Мадагаскаром, там тоже недалеко есть ещё одна земля. То есть, смотрите, у нас какая штука. Вот если взять карту навигации, это может каждый сделать. И посмотреть, где слепые пятна, там, где нет ничего. Никто никогда не плавает и не летает. А почему? Сразу вопрос. А что это за такие фокусы? С чем это связано? То есть сразу становится интересно, что это за такие слепые пятна. Вот, например, чтобы прилететь в Австралию прямых рельсов. Это странно. У нас литр, оказывается, топлива бесценен. То есть он ничего не стоит, раз мы гоняем буквой Г. То есть, а как так? Всё есть цена. Это время людей, это обслуживание самолётов, это дополнительная постройка аэропортов, где люди пересаживаются, либо останавливаются, либо ещё что. То есть это вложение сумасшедшее. Это ещё нужно, когда ты пересекаешь, это дополнительная между странами договорённость должна быть. То есть это не просто так. Это ещё паспорт нужно определённый иметь. То есть там очень много дополнительных функций нужно подключить, чтобы почему-то слетать буквой Г. Почему? Сразу вопрос. И у нас по земному шару вот таких вот слепых пятен очень много. И как раз, вот берёте карту навигации, вот видите, там условно какое-то пятнышко, да, где нет ничего. Вот прям можно смело обводить это дополнительное суши. И там у нас есть остров миллионеров, да, у нас есть остров тамплиеров, у нас есть писиглава, писинага. У нас достаточно много вот этих всех товарищей, которые здесь живут, они мимикрируют под нас, когда они входят в наше общество спокойно. Причём мы видим человека, а там-то далеко не человек. Вот. Ну вот, но сразу стоит вопрос, а как так, а почему, откуда взялись? Они спокойно живут на планете Земля. Но, смотрите, когда мы видим, например, по земле ползёт жучок, мы же перед ним не представляемся, не говорим, здравствуйте, там, ну жучок ползает и всё, и пошли дальше. Вообще, может, наступили, ну так получилось, да. Вот мы для них те самые жучки. Перед нами никто не расшаркивается, нам никто ничего не объясняет, потому что уровень нашего развития он сводится к тому, что мы едины во Вселенной, что мы одни такие неповторимые. Вот как только эту мысль нам вбили, чувство эго в нас развили, всё, сразу мы абстрагировались от всех реалий. Мы сразу ушли в небытие. Поэтому я рекомендую каждому, чтобы мы не были голословны, что мы тут просто сидим и что-то говорим. Возьмите карту навигации и прям посмотрите, что где. И если вы видите слепое пятно, то можете смело там рассматривать эти все вещи как дополнительные в земле. Когда нам говорят о вращении, у нас угол наклона постоянно меняется, кувыркается земля. Отсюда у нас и луна разного вида. Вот как увидеть, да. Луна то вот так, то как люлька валяется, то опять вот так. У нас постоянно идёт шараханье. То есть мы почему, собственно, экватор, вот кто знает, да, там вот же какая интересная штука. С одной стороны берёшь, по воде один магнит, да, срабатывает, а тут другой. Хотя ты вот стоишь прям на границе. А потом на следующий день подходишь, а так не работает почему-то. А почему так? То есть постоянно идёт колыхание, смена. То есть нам об этом не рассказывают, но это факт. То есть наша земля, она постоянно заваливается. Вот этот момент колыхания, да, он присутствует. Отсюда и магнитные бури, отсюда у нас постоянное самочувствие дурацкое, которое у нас есть сейчас. У нас же раньше три луны было, сейчас осталась одна. У нас была Леля, Селена и Фаэтон. Ну или Лилит, как по-другому ещё, да. Соответственно, у нас осталась только одна луна, Селена, или попросту заселённое слово, село, да, Селена. Ну её сейчас, поскольку лун раньше было много, сейчас говорит одна луна. Но по факту, смотрите, это то же самое, что обувь. Обувь бывает разная. Сапоги, тапочки, босоножки, туфли и так далее. А у нас теперь слово Селена ушла, осталась просто луна. То есть разновидности обуви нет, есть только тапочки. Но всё равно их называют обувью. Представьте, что тапочки с этого момента стали называться обувью. Потому что никакой больше другой обуви нет. То есть даже название поменяли. Сам факт в том, что раз нет лун, значит, нет спутников дополнительных, значит, всё, что от них зависело на планете, оно ушло. А у нас, видите, как интересно, женщины, они больше чувствуют, за счёт того, что у них есть менструальный цикл, все метаморфозы с луной, приливы, отливы, их очень хорошо видно на планете. Это всё тоже связано с луной. Но так или иначе, мы понимаем, что то устройство, которое есть сейчас, оно очень слабенькое. Оно такое, которое, оно еле-еле мы выживаем. Нам нужно восстанавливать это всё. То есть у нас ещё были летающие города, семирамиды. Если представить пирамиду, только перевёрнутую вершиной к низу, вот так, и это ярусы. У нас были многояростные леса. Сейчас этого не то, что нет, мы выкосили даже тот минимум, который, например, деревья огромные, которые создавали, ну вот представь себе ветки. Вот ветка раз, и пошёл ярус. Ветка раз, и пошёл. То есть одно дерево, тем более в тех странах, таких, например, как Россия, где сезон осень-зима, ну это полгода фактически, где не то, что там что-то расти, в завершенном состоянии, в вымирании. То есть деревьям, им больно, такой зимы, им вообще зима фактически, да, это номинально там какая-то одёжка такая, достаточно смешная, рыбий мех, то, что называется. И прям пальмы стоят, всё нормально, всё адекватно. То есть вот этой ситуации, которая у нас сейчас есть, это безумие. То есть то, что есть сейчас, этого не должно быть. Вообще это нужно восстанавливать. А как? Сразу, да, вопрос. Я о себе не сказала, да, ещё в самом начале. Самое главное, всё выбивает с головы. Руководители проекта, проекта «Священная роща». Вот я сейчас поднимаю эту тему. У нас в Ярославской области уже выстроена «Священная роща» по мерам земли. То есть мы сделали всё грамотно. На 7,5 гектарах стоит «Священная роща». Кому интересно, заходите на мой сайт, вы увидите там все подробности, фотографии, видео, как всё сажалось. Вы обучитесь всему и вся, что только можно, потому что это открытая информация. Это я не секречу. И начитан целый курс вебинара на тему, как, по какой симметрии, что лучше, как возводить. То есть это бесплатно. Пожалуйста, заходите, учитесь. На YouTube-канале «Священная роща» тоже эти видео выставлены. Это всё в общем доступе. Но почему я схватилась за эту мысль? Потому что всё нужно начинать с растительности. Всё должно быть засажено. Везде любой клочочек, который у нас есть, мы должны засаживать деревья. Потому что если мы вернём кислород на планету в правильном соотношении со всеми остальными частями воздуха, потому что у нас же воздух это не только кислород, ещё дополнительно много чего. И если мы в правильном соотношении всё это вернём, то есть мы начнём высаживать леса, заповедные, те, которые должны быть именно плодовые, то у нас уйдёт явление хищничества. То есть животным будет что кушать, у нас в лесах сейчас нечего есть. Они все голодные, поэтому, собственно, вот это хищничество и появилось. У нас уйдёт хищничество. А как только уйдёт эмоция, вот эта, что кто-то кого-то должен есть, у нас сразу становится в мире правильное правило, теодицея, что ли, взаимодействие друг с другом, каноническое нечто, какое-то энергополе такое правильное, когда мы все в мире будем друг с другом жить. Но вот я чувствую, что это взаимообратные процессы, что когда у нас есть заповедные леса, у нас восстанавливается много чего. Во-первых, мы перестаём кислородное голодание испытывать. А наши клетки, когда они перестают кислород получать в должном количестве, правильный, в правильном составе воздуха, естественно, мы все болеем. У нас гипоксия тканей начинается. А ткани, когда испытывают долгое голодание, кислородные отмирают. Вот в чём ситуация. Отсюда и онкологии, всё-всё-всё-всё-всё, и все вот эти вот аутоиммунные заболевания, якобы, которые называются аутоиммунными. Здесь я считаю, что всё только зависит от нас. И как только появятся леса, у нас идут засухи, у нас уйдут наводнения, у нас восстановится вообще в целом на планете очень много чего, правильных процессов. Всё станет на свои места. А раз это так, значит, нам бороться за выживание не нужно будет. Почему люди сейчас работают? Давайте ещё эту тему затронем. Кушать хочется. А когда ты вышел на улицу, а у тебя заповедные леса, не нужно 7-8 часов, а то и 12, как некоторые, 2 часа ехать условно на работу, 2 часа обратно, с учётом автомобилей, пробок, транспорта какого-то дополнительного, метро и так далее. То есть ты 4 часа в сутки тратишь на то, чтобы просто добраться до работы, которая ещё 8 часов у тебя отберёт времени. То есть, условно, ты пришёл, поспал и уехал снова на работу. Вся твоя жизнь – это работа. А представь, что вопрос еды решён. Ну, то есть он полностью решён. У нас есть заповедные леса, и не нужно напрягаться по этому вопросу. Бери и эволюционируйся, становись человеком. То есть какие-то моменты такие человеческие, они в человеке открываются, потому что ему не нужно бороться за выживание. Он просто живёт как человек. Поэтому моя задача была, наверное, посадка этих на 7,5 гектар, показать, что всё реально. То есть всё по правильным симметриям можно вырастить. Можно хурму вырастить в Ярославской области. Напоминаю, что Ярославская область – это не вечное солнце и лето. А у нас там растёт и персики, и хурма. Для тех, кто не верит в чудо, они действительно растут. А почему? Потому что нужно всё строить по правильным симметриям. Деревья любят поддержку энергоинформационную. Эту поддержку за счёт правильного рисунка посадки. То есть у нас деревья высаживаются в определённом рисунке. Это всё сохраняется и даёт правильное питание энергетическое. Дерево благоухает. То есть вот такое маленькое добавление. Потому что я всё за какие-то волшебные волшебные говорю. Но моя основная задача, наверное, может быть, даже моё воплощение – показать, что всё, что мы считаем волшебством или каким-то невероятным чудом – это норма. То есть для нас эта техника обыденная. То есть мы всё это можем воплотить в нашу жизнь. Вокруг центра галактики. Центр галактики вокруг центра метагалактики и так далее. То есть там всё закольцовано, такая спиралевидная штука образуется, если посмотреть на всё это сверху. Мы вообще на отшибе метагалактики находимся. Вообще наша Солнечная система и Земля тем более. Но, что самое интересное, Земля от слова «семя». То есть мы заселяли, заземляли, засеивали все планеты, которые у нас есть в Солнечной системе. И половина из них сейчас уничтожены. Отсюда и пояса, которые у нас есть у Сатурна, и вообще все кометы, астероиды, которые там всё летают бесхозно. Это раньше как раз была частью планеты, это осколки. Ну вот так, да. То есть в этом лжи нет. Культа-то однозначно. У нас лунного культа на планете не было, его нам привнесли. Естественно, Солнце — это всё и ничего одновременно. Солнце может дать жизнь. Благодаря Солнцу у нас как минимум фотосинтез происходит. А выжечь оно тоже может. Всё и ничего одновременно. И здесь однозначно.